Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в этой аудитории, назовем по-студенчески, собрались люди, которым небезразлична тема патриотизма, тема Великой Отечественной войны и тема воспитания всех этих прекрасных качеств у нашей молодежи. Но, наверное, одной из фишек, как говорит молодежь этого мероприятия, будет то, что в зале собрались достаточное количество людей, которые с гордостью, как они сами говорят, и так и есть, носят фамилию Кузнецов. Николай Кузнецов, которого знает, по сути дела, весь просвещенный мир, и, к сожалению, не очень большая часть нашей российской молодежи. Но мы хотели бы сегодня посвятить наш разговор этому великому человеку, легендарному разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Есть для этого несколько дат, которые определили именно тему и время сегодняшнего разговора, сегодняшней встречи. У нас 9 марта будет исполниться 72 года со дня его гибели, а в июле, 27 июля, исполнилось бы 105 лет этому человеку. Как вы знаете, в городе Тюмени, в центре города, у здания сельскохозяйственной академии, как мы называли ее до недавнего времени, я сейчас институт за Уралья, есть бюст героя. Он учился в этом учебном заведении, тогда прононосило другое название. И недалеко от Тюмени, на станции Талица, поселок Талица, есть большой памятник Николаю Кузнецову. И то же его появление на родине Кузнецова связано и с легендой, и, к сожалению, некоторыми последними событиями, связанными с тем, что творится сегодня на Украине, там, где совершал свои подвиги наш легендарный разведчик. Я хотел бы, чтобы присутствующие представлялись перед тем, как рассказать об этом человеке, рассказать о событиях, которые связаны с его именем и с его подвигами. Я думаю, это будет интересно молодежи, это будет интересно средним поколениям, а старшее поколение вновь напомнит молодежи о том, к чему они должны стремиться. Пожалуйста, представьтесь, коллеги. Меня зовут Сергей Кузнецов, я журналист газеты Тюменская область сегодня. Ну, я с самого детства знал, что, несмотря на то, что фамилия Кузнецов, как известно, самая распространенная в мире, есть там в Америке Смитты, в Германии Шмитты, в Польше Ковальске и так далее, я знал, что это особая фамилия, потому что с детства знал, что есть такой герой, разведчик Николай Кузнецов. Но наша история, наша связь, наша отправная точка работы и знакомства близкого, прямого с ним произошла весной 2011 года. Тогда отмечалось 100 лет со дня рождения Николая Кузнецова, и ветераны госбезопасности пришли в редакцию газеты и предложили организовать экспедицию по местам памяти разведчика. Тогда даже в редакции ни один журналист не знал, что эта экспедиция станет постоянным мероприятием. И вот самая массовая, масштабная поездка была в прошлом году с участием велосипедистов, то есть при помощи, поддержке Федерации велосипедного спорта, то есть во всех мероприятиях приняли участие где-то больше 500 человек, то есть участвовали больше 60 велосипедистов, то есть помимо военно-патриотической направленности мы стараемся, чтобы было еще и развитие здорового образа жизни, то есть чтобы молодежь имела правильные ориентиры и равнялась на разведчика Николая Кузнецова. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Кузнецов Алексей, я преподаватель Тюменского государственного университета. В Тюмени я родился, учился с первого класса в 12-й школе, и, наверное, уже с первого класса школы знал о нашем замечательном земляке, о герое. И имена этих героев, таких как Николай Кузнецов, потом пограничник Кижеватов, герой Советского Союза, они для нас были своеобразными образцами. Когда в 81-м году я оказался в армии в Афганистане, то там мне приходилось, ну, что называется, честь фамилии держать. Недавно я узнал, что еще один герой Советского Союза, полный однофамилец и тезка Николая Кузнецова. Николай Кузнецов, офицер, лейтенант, командир группы спецназа в 85-м году в Афганистане, окруженный со всех сторон душманами, подорвался на гранате и посмертно получил звание Героя Советского Союза. В моей семье существует такая, не знаю, легенда, не легенда, но муссируется определенный слух о том, что мой дед, бабушкин брат, был военным разведчиком, причем разведчиком-нелегалом, служил в Японии и, видимо, его вычислили и казнили. Родственники думали, что в 37-м году он, офицер НКВД, попал под чистку и даже боялись спрашивать, где он. И более или менее о том, что произошло с ним, узнали только вот в конце 50-х годов. Причем детали мне неизвестны до сей поры. Несколько месяцев назад, во время празднования дня разведки, военной разведки, есть такой праздник специальный, он справляет, празднуется, отмечается в начале ноября. Мы вместе с моими товарищами, с моим другом Игорем Сопрыкиным, ветераном военной разведки, ветераном войны, инвалидом войны в Афганистане, вместе с нашими студентами и с разведчиками, в том числе и чеченской войны ветеранами, возле памятника Николая Кузнецова, проводили памятный митинг. Я думаю, что такого рода образцы для подражания, как герои Николая Кузнецова, они неизбывны, вечны. Как человек, разбирающийся немного в военном деле, я просто поражен, каким невероятным мужеством нужно было обладать, чтобы практически в прифронтовой полосе, а ведь он не как Штирлиц, не в Берлине сидел, а в буквальном смысле слова, сразу же за линией фронта, в течение очень длительного времени умудрялся обманывать фашистскую контрразведку. Немецкие контрразведчики, это отнюдь не дураки, и обмануть их было очень-очень нелегко. Причем, будучи русским человеком, он настолько блистательно знал немецкий, что умудрялся говорить на различных немецких диалектов. Кто не знает, в немецком языке есть диалекты, которые друг от друга отличаются. И вот настоящие немцы, когда общались с ним, считали его своего баварцем, саксонцем или пруссаком. Мы хорошо знали и изучали в школе вообще Героя Советского Союза. По сути дела, каждая школа и каждый класс носили имя из Героя Советского Союза. И когда мы знали о том, что есть такой герой Николай Кузнецов, то поверьте, эту фамилию носить не так уж просто. Я думаю, Кузнецовы с этим согласятся. Потому что, скажем, ну что ж ты, Кузнецов, так себя ведешь, а вот Николай Кузнецов. И, конечно, было бы это не стыдно. Но не знаю, как сегодня молодежь отреагирует на эту фамилию. Но поэтому хотел бы предложить посмотреть сюжет, опрос. Возле памятника Николая Кузнецова провели журналисты и опросили наших молодых тюменцев. Пожалуйста. Вам что-нибудь говорит фамилия Кузнецов Николай Иванович? Нет. Склад большой, кажется, в геологию внес. Ну, Кузнецов Николай Иванович, он был в Великой Отечественной войне, участвовал. Простите, похоже, я не знаю, кто это. Честно, ничего. Я не знаю, кто это такой. По-моему, какой-то военный это был, да? Летчик. Герой войны. Так, еще. Учился здесь, в сельхозакадемии. Нам в садике рассказывали. Он был в партизанском отряде. Какой ты молодец, действительно. И хорошо говорил по-немецки. Нет. Ну, что-то говорит, знакомое, но, честно, правда не скажу. Не скажу. Даже стыдно, думаю. Конечно, печально то, что мы сейчас услышали. И вот сегодня мы все-таки поразмышляем о том, почему так происходит и что сделать. И в этой связи я просто прошу ребят, которые здесь присутствуют, высказать позицию. Почему так происходит? Или мы забыли то, что нас учили в детском садике. Или потому что нам не до того. Или вообще в планах у нас другая страна. И нас эта страна, ее история не интересует. Меня зовут Владислав Савченко, студент Института биологии, руководитель Студенческого патриотического центра Тюменского госуниверситета. Ну, я думаю, такая ситуация сложилась прежде всего потому, что произошла некоторая специально это было сделано. Нет подмена ценностей в свое время, в период 90-х годов, когда экономические показатели, как в свое время Карл Маркс сказал, что экономика важнее идеологии, вот и подменили какое-то нравственное, духовное воспитание полностью, почти стремлением к каким-то успеху и экономическим показателям. Валерий Калалп, президент Всероссийского отделения мотоклуба «Ночные волки» в Западной Сибири. Ну, на мой взгляд, я считаю, что данная ситуация, конечно, она очень плачевна. Посмотрите, из какого числа респондентов, в принципе, только два человека что-то ответили, что он как-то связан с войной. Конечно, это очень тяжело осознавать. Может быть, действительно, вот соглашусь со своим коллегой, что в 90-е годы было много чего исковеркано, много было внесено изменений, переписана так называемая наша история. И очень жаль, что до сегодняшнего дня этот момент, он остается быть. Ярким последствием такого варсварского, на мой взгляд, отношения к Великой Отечественной войне является ситуация, которая происходит сейчас на Украине. Это, наверное, основополагающий такой вот урок, не только, будем говорить, для нас, наверное, может быть, и для всего бывшего Советского Союза. Это была великая сила, великая страна. И действительно, было очень много внесено поправок, так называемых изменений, замена ценностей произошла. И я считаю, что эту ситуацию сейчас, она действительно достигла своего апокалипсиса. И я считаю, что нам сейчас нужно сделать все для того, чтобы попытаться каким-то образом изменить ее, внести все-таки историческую поправку в это во все, и каким-то образом возродить историческую правду. Здравствуйте, меня зовут Базюк Денис, я студент Института биологии, являюсь заместителем руководителя студенческого патриотического центра при ТюмГУ. Я согласен с высказанными мнениями, но хочу немножко поправить, что отпорной точкой, на мой взгляд, является перестройка, когда были подменены ценности. Добрый день, Алексей Тараканов, Центр по патриотическому воспитанию студентов Тюменского госуниверситета, руководитель центра. Для меня фамилия Кузнецов вообще это нечто святое. Дело в том, что я вырос в тех раях, где осуществлял свои подвиги Николай Иванович. И в те годы я видел памятник, который ныне стоит в Талице, который перевезли со Львова. Я его видел еще во Львове. И благодаря тому, что Вадим Леонидович меня пригласил два года назад съездить в Талицу, я съездил и увидел этот памятник. Честно говоря, чуть не прослезился. То есть два раза один и тот же памятник в разных местах увидеть. Я считаю, что в целом сейчас происходит не просто подмена каких-то ценностей, а это целенаправленная диверсия. Если мы сейчас посмотрим на сайт Украинского института национальной памяти, так называемой, то в 2015 году был опубликован список, который содержит более 500 фамилий. Это список тех людей, которые по мнению этого института, ну и соответственно их кукловодов, то есть этот список должен быть предан забвению. Соответственно в списке есть фамилия Николая Ивановича Кузнецова. И если зачитать, я зачитаю это на украинском языке, то есть в переводе получается, что Николай Иванович Кузнецов, по мнению вот этого так называемого института национальной памяти, виноват в том, что немецкие власти уничтожали мирное население. Но, как мы все знаем, Николай Иванович боролся как раз со всей этой бандеровской сволочью, которая в тот момент являлась пособниками фашистской Германии. И они уничтожали сами мирное население. Николай Иванович никаким образом причастен быть не мог к этому. Поэтому это целенаправленная подмена различных понятий. И не только подмена, это диверсия. Спасибо. Мне с Николаем Ивановичем Кузнецовым повезло уже в девятом классе. Ну, надо представиться, наверное, я поторопился. Полковник ФСБ в отставке Зензин Николай. Рождение 1900, аж 33-го года. В 41-м, когда началась война, мне было 8 лет, и я уже соображал и наблюдал. И к дню победы было 12 лет. То есть я о войне, особенно о тыловой части, а потом о том, что говорили фронтовики, мне и говорить, и писать, ну, достаточно несложно. А вот с Николаем Ивановичем просто повезло. В девятом классе я уже прочитал книгу Медведева, это было подробно. В институте на втором курсе, значит, прочитал книгу «Сильные духом». А в 67-м году, имеется в виду 1967-й, я как молодой оперативный сотрудник оказался на курсах переподготовки в городе Киеве. И начальник школы генерал Шевченко нас угостил таким гостем. Он пригласил на встречу в школу лучшего друга и боевого соратника Кузнецова Струтинского Николая Владимировича. На тот момент уже полковника Львовского управления КГБ. И вот тогда, а я тогда был редактором боевого леска вот этих курсов. И как редактору мне, так сказать, удалось пообщаться. Я брал интервью у Струтинского и пожал ему руку. Или он мне пожал, не знаю там кто кому. Но дотошные чекисты высчитали, Струтинский ежедневно пожимал руку разведчику Кузнецову. Так вот, пожимая руку Струтинскому, я оказался в одном рукопожатии от легендарного разведчика Кузнецова. Это, конечно, память на всю жизнь. Почему сейчас надо говорить и писать о разведчике Кузнецовой? У меня написано две книги. Одна, два разведчика с улицы Республики. Вторая, вот, к юбилею война и разведка. Потому что мало об этом сейчас пишут, мало говорят. Эти люди заслуживают большего, большей памяти. А вот желающих, значит, как-то переиначить историю, переделать сколько угодно. В Польше памятники наши разрушают. Разрушают памятники тем, кто освобождал эту Польшу. Но в Украине то же самое, в Привилоке то же самое. Это делается сегодня, сейчас. И мы ежедневно это слышим. А молодежь как на все это реагировать будет? Поэтому вот надо нам, старшим, кто еще знает что-то, может, надо об этом больше писать, говорить и чаще встречаться с молодыми. Спасибо. Вероника Кузнецова, член Союза журналистов России. Имя Николая Кузнецова мне, конечно, известно очень-очень давно. Когда я еще училась в школе и прочла книгу Брюханова «Разведчик Николай Кузнецов», я была очень горда тем, что у меня точно такая же фамилия. И мне казалось даже, что это мой родной дядя. И многие одноклассники считали, что это мой родственник. Но это, конечно же, не так. Подвиг Николая Кузнецова очень восхищает и не оставляет равнодушным. Дело в том, что в то время, когда я училась в школе, у нас каждую неделю проходили уроки мужества. И на этих уроках нас, учителя, ознакомили с героями Великой Отечественной войны. И таким образом, наше поколение прекрасно знает и имя Николая Кузнецова, и имена, и фамилии других героев Великой Отечественной войны. Бирюков Александр, студент исторического факультета. Также являюсь членом студенческого патриотического центра. Я думаю, что одной из проблем является то, что с нашей страной сейчас идет информационная война. Идет также, как говорилось, подмена ценностей, также в массовой культуре. И также одной из проблем является то, что в школьной программе почти ничего не говорится о Николае Кузнецове. Добрый вечер. Я студент первого курса исторического факультета, также являюсь, тоже стою в патриотическом центре. И мне, что самое кажется, в чем основная проблема является, все начинают забывать историю. Все куда-то стараются торопиться. В этой гонке все забываются. Я Крапивина Екатерина, студентка первого курса Института государства и права. О войне мы знаем лишь понаслышке. И становится очень стыдно за своих сверстников, ровесников и вообще нынешнее поколение. Потому что они забывают историю тех времен. А забывают ее, скорее всего, потому что она становится от нас все дальше и дальше. Я считаю, что образование должно помогать нынешнему поколению более подробнее рассказывать именно о героях. Не самых таких легендарных, а они все являются легендарными, а те, которые из простых поселений, из сел, из деревень. Спасибо, уважаемые молодые коллеги. Я так понимаю, что в целом присутствующие здесь ребята, девчата хорошо понимают, что идет очень мощная, масштабная война не против памятников героям Великой Отечественной войны, а идет борьба против памяти об этих людях. И вот мы с вами там, хоть вы и сказали, извините, девушка, о том, что нам стыдно, я думаю, что стыдиться здесь нечего. Я думаю, что просто надо молодому поколению и нам, более старшего поколения, просто взяться за это дело, ответить должным образом на эти вызовы времени, на эти вызовы тех организаций и сил, которые всеми своими поступками и действиями и помыслами пытаются зачеркнуть и переписать историю Великой Отечественной войны в свою пользу. Поэтому я знаю, что профессор, профессор Александр Павлович Ярков подготовил какие-то вопросы, но я думаю, для нашей подготовленной аудитории, пожалуйста. Это не как семечки будут щелкать. Вы знаете, мы в прошлом году в университете выиграли грант военно-историческому обществу, и когда возили на родину Кузнецова детей, то на обратном пути задавали вопросы викторины, были самые разные. В том числе, какие животные помогали выиграть войну, и самый неожиданный был бы ответ такой. Жирафы, поскольку они своими длинными шеями доставали до фашистских самолетов, которые низко-низко летели, и сбивали их. Я думаю, это были младшескольники, конечно, это им простительно. А вот сейчас вопрос, который я все-таки адресую к нашей молодежи, провокционные вопросы. Скажите, на скольких диалектах немецкого языка говорил Николай Кузнецов? Три, по-моему. Так, дальше. Я думаю, шесть. Правильно. Приз найдет своего героя. Пожалуйста, еще второй вопрос. Значит, значок победителям. Скажите, пожалуйста, а вообще сколько лет прожил Николай Иванович Кузнецов? 72. Все из двух года после смерти. 30-33. Ну и последний. А когда снят фильм, на котором воспитывались поколения ваших родителей, подвиг разведчика? 67-й. Я думаю, что мы сейчас посмотрим как раз отрывок из этого легендарного фильма о легендарном разведчике. Фильм так и называется, подвиг разведчика. А снят он был в 1947 году. Его снял знаменитый режиссер Борис Барнетт. Не ждал? Значит, не счел нужным. Пакет у тебя? Меня. Его нужно немедленно переправить. Отправишься сейчас же. Сразу не могу, не пойду. Слово не могу, нет. Тебе доверяет, ты обязан выполнить приказ. Чей приказ? Мой. Значит, ты и есть хозяин. А тот на почте. Потом, одевайся. Ладно. Вы Астахова знаете? Знаю. Сейчас вызовите, возьмем его с собой. Ладно. Товарищ Астахов, домой вам больше возвращаться нельзя, иначе вас арестуют. Что произошло? Потом объясню. Завтра в три часа дня встретимся на площади коммуны. Хорошо. Как я увидел, что яoped? Для приведения приговора в исполнение. Какого приговора? Шутите, товарищ начальник? Шутил? Теперь не шучу. За кровь преданных тобой людей правому властью, данными мне Родина! Сандр Антонович, что-то вы хотели сказать? Пожалуйста, микрофон у вас. Да, вот мы посмотрели этот фильм, он действительно культовый фильм, потому что автор сценария, полковник госбезопасности Борис Маклярский, он руководитель оперативных игр «Монастырь», «Березино» и руководитель подготовки Николая Ивановича Кузнецова. Но вот тут прозвучало много таких мнений, почему, как, и снова, ну на мой взгляд, вы относитесь к этому просто, это мое мнение. Мы снова идем по такому шаблону. А вот для меня, хотя я почти знаю все, но во всяком случае многое, Николай Иванович Кузнецов это по-прежнему загадка. И вот этот образ надо показывать перед молодежью особенно интересно. Загадочно. Почему именно он в этой деревне Зырянка вышел и стал героем? Почему этот фильм был так востребован после войны? Ведь прошло всего два года, люди и так устали от войны, а он героем стал культовым. Почему угадали? И самый главный кадр, который можно было показать, не этот, хотя сам фильм очень интересен, а там, где воспринимал зал, когда он говорит, выпьем за победу, за нашу победу. Фильм очень эмоциональный, поэтому вот то, что Медведев написал эту книгу, а Маклярский создал этот фильм, это просто угадали, попали в точку. И с фамилией Кузнецов, самой распространенной фамилией в России, тоже угадали. Потому что героев Советского Союза, их тоже с этой фамилией 59 человек, а вы сегодня еще одну добавили. И поэтому у нас среди уроженцев Тюменской области есть Кузнецов, Николай, только Васильевич. И не случайно эта фамилия как-то объединила других. И я даже прощаю, как краевед, ошибки вот этой книги, это третье издание героя земли Тюменской, потому что здесь биография Кузнецова Николая Васильевича. Вот у меня Зензин Николай Васильевич, сосед, полковник госбезопасности. А фотография дана Кузнецова Николая Ивановича. Вот эта фамилия, и это тоже в этом здесь есть какой-то смысл, какой-то знак, какая-то судьба, которая объединяет всех этих людей. Вот я на встречах с молодежью задаю вопрос. У нас есть улица Кузнецова. Начинается от улицы Герцена, идет туда в сторону улицы Достоевской. К чему, кому она посвящена? Ну, все более-менее называют уверенно Николаю Ивановичу. Хотя на самом деле нет. Это Кузнецов, большевик, рабочий, первого состава Тюменского совета рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. А до этого она была улица Казачьей, а потом была улица Буденного, а после 1957 года стала улицей Кузнецова. Того или не того, сейчас трудно сказать. То есть сама фамилия объединяет вот эту, как молодежь говорит, струю. Струю мужества, струю знания. Ведь знать немецкий язык, а Кузнецов из разведчика был единственным русским славянином. Остальные знаменитые разведчики тоже были, но они были этническими немцами. Язык был родной, а знать так, это судьба, конечно. Ну и потом я добавлю просто к датам, которые перечислил Владимир Сергеевич Кузнецов. Я с удовольствием называю его фамилию, как и всех присутствующих здесь Кузнецов. С удовольствием слушаю свою фамилию. Да, это и 105-летие со дня рождения, и дата его загадочной, до сих пор непонятной и нераскрытой гибели. Даже дата вызывает сомнения. У меня, например, 2 марта, а нам предлагают 9 марта. Да. И если уж говорить и копаться, то советская историография тоже много наколбасила и подготовила почву для сомнений. Хотя бы даже тех, что война, Вторая мировая война на территории Западной Украины, это очень сложное явление. И поэтому к этому надо подходить строго, однозначно, спокойно, объективно. И еще одна дата, о которой вспомнил наш участник нашей встречи, это сентябрь 1991 года. У нас нет равнодушных. У нас была группа товарищей, которая вывезла из Львова уже демонтированный памятник. Я просто имел к этому отношение, а он уже был приготовлен для продажи в Польшу на переплавку, а это 70 тонн вместе с постаментом. И мы договорились с учетом народной дипломатии. Поэтому не надо разводить вражде наши народы. Надо, наоборот, делать все возможное, чтобы нам сплотиться перед какой-то кучкой амбициозных, субъективных политиков. Ну вот тот вопрос, который, наверное, стоит задать бывшим сотрудникам КГБ, ФСБ. Являлся ли Николай Иванович Кузнецов террористом? Как часто его, к сожалению, обвиняют? Я хотел на этот вопрос отвечать, начать, когда вот товарищ там по-украински там говорил что-то в переводе на русский, что, значит, господа ауновцы или бандеровцы многих собак хотели бы повесить на разведчика Кузнецова. Нельзя этого делать. Исторические факты говорят совершенно о другом. В Москве готовили разведчика Кузнецова прежде всего для разведки, только для разведки. А уж во вторую очередь его научили стрелять хорошо из немецкого оружия, из правой, из левой руки. И первый-то выстрел, давайте так, пройдемся по датам. Он был заброшен на оккупированную территорию в августе 42-го. В августе 2-го. Появился на улицах Романа в форме обер-лейтеналта Пауля Зиберта в сентябре 42-го. А первый выстрел немецкого генерала Даргеля он сделал в сентябре уже 43-го года, через год после того, как он там появился. Какой он террорист? Он разведчик чистой воды. А с террором получилось очень просто. Значит, в 43-м году, в начале года немцы потерпели поражение под Стерлинградом. 33 дивизии потеряли там, попали в окружение. В июле-августе сокрушительное поражение под Курском. Кстати, данные о том, что готовит Гитлер большое наступление под Курском, получил впервые Кузнецов в Ровно. Потом повторил эти данные второй наш земляк, генерал Фитин Павел Михайлович, который возглавлял внешнюю разведку. Он получал эти данные от своего агента Бланта из Лондона. Потом, разумеется, было все перепроверено не раз. И мы подготовились, и мы дали первый бой немцам под Курском. Так вот, после всех этих дел немцы начали укладывать чемоданы, в том числе Ровенские, с теми, с кем контактировал разведчик Кузнецов, то бишь Пауль Зиберт. Он прямо сказал, командир отряда Медведев, мои клиенты собираются драпать во Львов сначала, а потом и дальше за границу. И центр Москва дает им однозначные указания. Вот тем фашистским руководителям, генералам, или тем, кто был в ранге генерала, кто вешал, расстреливал, угонял в Германию наших людей, у кого по локоть руки в крови, не дать им уйти от возмездия. Надо рассчитаться с ними здесь в Ровно. Но как? Военные времена были весьма жестоки. Немцы за каждого убитого своего солдата расстреляли местных до 10 человек, а за офицера в 2-3 раза побольше. А тут речь шла о генералах. Как их убирать, чтобы не, вот как товарищ сказал, не пострадало мирное население. И Медведеву, командиру отряда, и разведчику Кузнецову пришла гениальная по своей простоте мысль. Надо, чтобы тот, кто будет убирать этих генералов, стрелял в них, будучи в офицерской форме. А это был Пауль Зиберт. Вот ему и доверили, ему, его другу Струтинскому и остальным товарищам. Но все операции по ликвидации этих немцев проводились вот этой группой. Все были одеты в немецкую военную форму. К чему это привело? Привело к тому, что немцы искали немца. И никто не тронул мирных жителей. А если говорить о терроре, то надо просто терминологию не забывать. Террор – это акции против мирных жителей, на устрашение и уничтожение мирных жителей. А Кузнецов уничтожал захватчиков, фашистов, пришедших на нашу землю с оружием в руках. Он выступал с оружием в руках, и они были с оружием в руках. Никакого разговора о терроре быть не могло и не может быть сейчас. Ветеран госбезопасности Тюменской области Вадим Вирченко. Я не буду вдаваться в далекую историю. Просто есть земляк, легендарный разведчик, герой Советского Союза. И я знаю, что я как гражданин России, а раньше Советского Союза, должен его знать, помнить и чтить. Если директор школы на конференции говорит, как я научу истории, если Берлинской операции в учебнике истории посвящено шесть строк, величайшая битва, как научить детей? Меня особо поражает то, каким мужеством и каким хладнокровием требовалось обладать, чтобы вот эту разведывательную деятельность, оперативную деятельность осуществлять. Ведь даже, надо полагать, ему думать приходилось не на русском языке, а на немецком. И в этом отношении, странно может быть, но тем не менее, хочется провести своеобразную параллель с тем, что сейчас происходит в Сирии. Каждый день по телевизору сообщают о проведении нашими военно-космическими силами Сирийской армии операций успешных, сообщают о потерях этих самых сирийских душманов, игиловцев. А ведь кто эти потери учитывает? Неужели их учитывает летчик, который с высоты 8 тысяч метров бросает бомбы? Да нет, конечно. Скорее всего, эти потери учитывает разведчик нелегал. Мы подводим итоги нашего разговора. Я думаю, что предварительные итоги. Очень приятно, что в этой студии все участники нашего разговора, нашей встречи, каждый выступал неформально, чувствуется его человеческое, нормальное, хорошее отношение. Как будто бы этот человек, а герои Советского Союза, они всегда остаются живыми, потому что и памятники, и пока, как говорится, война не закончена, пока не похоронен ее последний солдат. К сожалению, не все еще солдаты похоронены. Я думаю, что все наши коллеги и сидящие в этой аудитории, и другие, кто смотрел эту передачу, могут понять, что наша святая обязанность, без всяких громких слов, просто знать этого человека, изучать. Кто-то открыл для себя его биографию, кто-то открыл какие-то еще стороны и черты его характера. И важно, чтобы и молодежь, и средние, и старшие поколения встречались с людьми, которые, может быть, к сожалению, кто-то не знает, это молодые, к сожалению, кто-то забыл. В самом деле говорили, что общество наше чересчур много заботится о материальных благах, и, к сожалению, забывает о духовных ценностях, настоящих духовных ценностей, которые всегда славился и славится наш народ. И мне хотелось бы, что вот так Кузнецовская тропа, о которой говорили мои коллеги, мне приятно, что именно журналисты сегодня задают тон и продолжают эту традицию совместно и с учеными, и со студентами, и с ветеранами КГБ, и ФСБ, и с военнослужащими. Продолжая эту тему, мне хотелось бы, что вот эта небольшая, так называемая, Кузнецовская тропа стала мощной Кузнецовской дорогой, оживленной дорогой, по которой бы шли люди, по которой бы ехали велосипедисты по экспедиции, ехали автомобилисты, мотоциклисты. Но это просто видимая часть. А основная, чтобы просто эта дорога вела к душе, к сердцу, к уму каждого жителя России. Нам есть кем гордиться. И одна из главных гордостей, это Николай Иванович Кузнецов. Ну, от университета у нас для Кузнецова, сидящих при зиме, подготовлены сувениры с той самой военно-исторической тропы. Пожалуйста, девушки. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok